Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист, и сегодня я хочу познакомить вас с этой очень необычной и в то же время интересной бас-гитарой. Это американская бас-гитара от небольшой бутиковой компании. Называется она Bootlegger Ace. Как вы видите, это такой безголовый, необычной формы инструмент. Предоставлен он коллекционером и музыкантом Алексеем Кириленко, за что ему огромное спасибо. И давайте познакомимся с этим басом поподробнее. Итак, как вы видите, этот инструмент очень необычный и в первую очередь он выделяется своей формой, но также здесь есть интересные конструктивные решения. В частности, у этой бас-гитары сквозной гриф, сделанный из трех кусков клёна. Что касается корпуса, он сделан из ясеня. Материал накладки грифа сделан из ятобы. Здесь у нас 24 лада. Мензура данного инструмента стандартная, 34 дюйма. Что касается бриджа, то здесь установлен корейский бридж Taesung HL, производство Южная Корея. Я надеюсь, правильно произношу это название. Также у нас здесь установлены два корейских звукоснимателя, которые называются Buyeung. Опять-таки, наверное, я неправильно произношу это название. Из ручек регулировки у нас общая ручка громкости, баланс датчиков и ручка тона. Всё по классике. И инструмент данный является пассивным. Да, кстати, расстояние между струн в районе бриджа у нас 18,5 мм, что достаточно широко. И мне, как любителю фендерового стандарта, на этом басу играть очень удобно. Ну и давайте послушаем, как звучит этот инструмент на каждом из датчиков. Послушаем для начала Neck. Теперь послушаем бридж. Ну и послушаем оба датчика вместе. Также хочу обратить внимание, что здесь установлена между датчиками вот эта вот рампа. Или ramp, как её называют. Я небольшой фанат этих ramp, потому что я люблю, когда пальцы проваливаются сквозь струны. И, так сказать, амплитуда. Можно использовать более такую, скажем, глубокую амплитуду для извлечения звука. Здесь это немножко мешает, особенно при игре с лэпом. Ну, это, по крайней мере, лично мне. Я думаю, что хозяину этого инструмента как раз-таки всё устраивает, потому что он его отстраивал для себя. Что касается ощущений при игре, то играть на инструменте очень легко, потому что он действительно замечательно отстроен. Очень такой небольшой здесь прогиб, струны достаточно низко, струны тонкие. И бас, на самом деле, очень скоростной. И на нём удобно играть всякие вот... Вот такие вот быстрые фишки. В целом, этот инструмент, по моему мнению, больше для фанка и для слэпа. На нём также удобно солировать, поскольку доступ к верхним нотам здесь совершенно никак ничем не ограничен. Да, нету вот этого вот рога, который у нас обычно на традиционных басах. Также прекрасно на нём звучат аккорды. Инструмент сделан весьма качественно, производство США, контора, американская, хотя здесь есть много корейских комплектующих. Но X-Flow сказать, хоть этот инструмент и американский, на самом деле он абсолютно недорогой. Стоит он меньше тысячи долларов. Я обязательно размещу ссылку в описании на контору производителя. Если вам интересно, зайдите, посмотрите на другие инструменты, какие они производят. И давайте сейчас попробуем послушать этот инструмент в миксе. Я подготовил парочку миксов. И давайте послушаем, как он звучит в боевых условиях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж, друзья, вот такой вот необычный, интересный инструмент. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Во-первых, нравится ли вам такой необычный, странный корпус по своей форме. И также пишите, что вы думаете про звучание этого инструмента. По моему мнению, инструмент очень интересный. И учитывая то, что это, с одной стороны, американская контора, а мы все, как известно, испытываем пиетет по отношению к американским инструментам. И, с другой стороны, этот инструмент абсолютно недорогой. Я считаю, что это весьма прикольный и интересный инструмент за свои деньги. И звучит он очень и очень прилично. В коллекцию его вполне можно включать, если есть такая возможность и желание. Спасибо большое Алексею Кириленко, музыканту и коллекционеру, который мне, собственно, дал этот бас на тест. Было любопытно с ним познакомиться и также познакомить с ним вас. Кстати, все ссылки на страницы в соцсетях и на блог Алексея Кириленко я размещу в описании к этому видео. Так же, как и ссылку на сайт данной конторы, производителя этого инструмента. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажмите на колокольчик для получения уведомлений о будущих видео. В конце прошлого года у меня вышел басовый сольный фьюжн альбом, который называется Астрал. Послушать его можно на всех стриминговых площадках. Ссылка будет в описании. Также я являюсь композитором и продюсером электронной музыки. Недавно у меня вышел релиз на российском лейбле 102 Records. Ссылка тоже будет в описании. И вообще, я имею много релизов на различных лейблах. Все это можно послушать на практически всех стриминговых площадках. Переходите, слушайте мою музыку, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Увидимся!